Парапланиризм в Мозере начал и продолжает развиваться благодаря Евгению Алексеевичу Вихору, представителю Мозерского нефтепорабатывающего завода, настоящему энтузиасту своего дела и, между прочим, спортсмену мирового уровня. В наших выпусках спортсменов новостей мы рассказывали о достижениях Евгения Алексеевича, о особенностях парапланиризма, теперь же зайдет речь о новой веке. В истории Полесского, да что там всего белорусского, а может и европейского парапланиризма, который начался с установления нового рекорда. Мероприятие мы планировали давно, вообще идея возникла в то время, когда мы только первое соревнование планировали проводить по парапланиризму в Республике Беларусь. И мы увидели, что результаты у нас неплохие, у нас самое главное, что, получается, организовалась хорошая буксировочная команда, которая может работать в высоком темпе. И анализируя, сравнивая себя на других соревнованиях с другими командами, мы поняли, что, в общем-то, мы в этом виде лучшие, мы можем задать такой темп, который другим командам будет не под силу. Поэтому возникла, ну, наверное, идея, идею подхватили мы у наших коллег, у наших спортсменов-гиревиков, которые, ну, там тоже есть дисциплина-марафон. В общем, возникла идея создать новую дисциплину в рамках спортивного вида спорта, точность приземления на парапланах, новую дисциплину-марафон. Ну, размышляя там о том, какой он может быть и как это можно сделать, мы решили, что это должен быть зимний марафон там и летний марафон отдельно, потому что условия значительно отличаются, продолжительность дня значительно отличается, там ветер, ну, в общем, все эти факторы. Поэтому мы решили начать, то есть дать почву для размышлений остальным пилотам, там закинуть затравку и показать в мире, что вот мы такое можем сделать, давайте кто-нибудь еще присоединяйтесь, и я думаю, что, в общем, подхватит. Интерес возник уже, и это сейчас активно обсуждается. Зимний марафон проходил в Гомеле на аэродроме Зябровка из числа мозорских парапланеристов в нем, кроме Евгения Алексеевича, участвовал Станислав Иванович Дашко, который выполнял обязанности буксировщика. Ну, а возвращаясь к рекорду, где же он будет зафиксирован? В каких скрижалях истории его можно будет найти? Мы сейчас занимаемся регистрацией этого достижения в Книге рекордов, но не Гиннеса, а Дива. Дива Книга рекордов, она была организована в СНГ, ну, в общем-то, россиянами, и она аналог Книги рекордов Гиннеса, поэтому мы регистрируем там, в ней, потому что это наше, это свое. Идея была в том, чтобы сделать одним пилотом. Один пилот делает максимально возможное количество взлетов и приземлений в течение одного летного дня, и при этом фиксируются его результаты по точности приземления. Ну, в общем, то, что у нас получилось, это 50 взлетов приземлений за день, и среднее отклонение от центра мишени, около 30 сантиметров. Ну, в общем, такой хороший результат. Что ждать нам в сезоне 2017 года от наших парапланиристов, в частности, от Евгения Алексеевича Вихора? В этом году планируем принять участие в Кубке мира. Кубок мира из четырех этапов состоит, и чемпионат мира будет проходить в Албании. В общем, поэтому планы грандиозные, нужна удача. Евгений Алексеевич, который работает на Мозорском нефтеперабатывающем заводе с заместителем начальника нефтехимического производства, в этом сезоне может принять участие и в Кубке мира, первый этап которого в марте состоится в Албании, второй этап в апреле премии «Сербия», далее июльский тур в Канаде и завершающий перед суперфиналом этап в Словении.